Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Из-за крайней необходимости заказала доставку, теперь боюсь открывать дверь, боюсь курьера курьеру, боюсь, что товар будет прозрачный или не лицензионный, а я все равно заплачу эти огромные деньги. Вы мне скажете, что вернуть я его не смогу, а спорить за очень долгую жизнь я так и не научился. Собственно, давайте мы с вами для начала постараемся оприметить ваш страх. Вот. То есть именно его оприметить, чего конкретно вы боитесь, о чем идет речь. А если речь идет о том, какую проблему вы решаете через покупку товара, то есть вы сказали, что заказали товар из-за крайней необходимости. А почему я, в принципе, верю, вот, очень, в принципе, очень даже хорошо в это верю, вот, чтобы это, ну, чтобы заказали товар из-за необходимости. И, соответственно, необходимости, ну, вот, это, она вас и, ну, как бы, толкает. Да, напротив, пробую, чтобы этот товар заказать. Вот. То есть это более чем понятно и более чем, как бы, логично. Что вам что-то очень сильно нужно, вы боитесь, что что-то не, что-то не получит. Вот. Более чем адекватная история. Но, с другой стороны, вы же почему-то боитесь открывать дверь курьера-курьерща. Вот. Почему-то есть этот страх еще. Не страх ли это, так скажем, людей? Не страх ли это конфликтов? Не проявление ли это неуверенности в себе и, например, страха людей? Или страха что-то потерять? Дело в том, дело в том, что необходимость, так скажем, получения чего-то, желательно не путать с наделением этого, того, что необходимо, того, что необходимо, ценностью, причем вашей, собственно, ценностью. Вот в какой момент. И мне, честно говоря, кажется, что именно это вы и делаете. Мне, честно говоря, кажется, что вы именно наделяете необходимость чего-то своей собственной ценностью. Вот. Что является в целом довольно серьезной проблемой, потому что от случая, который не имеет к вам отношения, так скажем, ну, прямого, вот. Прямого отношения к вам не имеет. А вы боитесь, собственно, вот, как бы, ну, в какой-то степени обесценить себя. Вот. Боитесь, ну, как бы, почувствовать себя униженным, например. То, что вы не научились отстаивать свои права за столько времени, как вы сами говорите. Вот. Я думаю, это связано тоже с, ну, с рядом аспектов. Вот. И, на мой взгляд, то, что имеет смысл сделать, это, конечно же, поработать с этой самой уверенностью, уверенностью в себе. Вот. И страхами, которые у вас имеют место быть. Вот. Вот. На мой взгляд, я бы, по крайней мере, сказал бы здесь именно, именно так. То есть, я бы дал именно такой ответ. А при этом, при этом, хочется, сказать следующее, что вы не задаете вопрос. То есть, ну, вот у вас вы описываете ситуацию. Да. вы описываете ситуацию, с которой вы столкнулись. Она неприятная. Эта ситуация. Само собой. Вот. Ситуация неприятная, это правда. но вопрос-то ваш в чем? Вопрос-то ваш какой? Вот. Это вот, на мой взгляд, нужно поисследовать, и на мой взгляд, нужно именно с этим поработать. то есть, постарайтесь для себя сформулировать, чего же вы хотите по итогу-то от психолога. Научиться не бояться. Ну, вот. Открыть ту же, ту же дверь. Вот. Немножечко, может быть, снизить ценность и значность, и ценность, того, к чему вы стремитесь. Вот. То есть, тут нужно смотреть. Вот. Нужно смотреть в чем конкретно ваша проблема. И уже, исходя из этого, действует. Вот. Что вы хотите в этой ситуации, к чему, точнее, выходите в этой ситуации научиться. Вот. Вот как-то так. На этом все, пожалуй, я надеюсь, вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. удачи. Удачи. Удачи.